В ноябре 1967 года в Славянске-на-Кубани на улице Красной был открыт новый, отвечающий самым современным требованиям для того времени кинотеатр. Это было очень значимое событие, и оно изменило к лучшему культурную жизнь целых поколений славянцев. И вот наш кинотеатр уже празднует свое 55-летие. Подробности в следующем репортаже. Открытие прекрасного кинотеатра на 420 мест с 12-метровым киноэкраном 55 лет назад способствовало приобщению многих тысяч жителей города и района к искусству кино. Сколько замечательных отечественных и зарубежных кинофильмов увидели славянцы на экране кинотеатра «Кубань» за время его работы. За эти годы здесь был не только кинотеатр, но и киноконцертный зал. Местные таланты зачастую впервые выступали именно на его сцене. Десять лет назад кинотеатр был реконструирован, и сегодня зрителям доступны новинки кинопроката. За более чем полвека коллективом кинотеатра был пройден большой путь, наполненный творческими достижениями. Им есть кем и чем гордиться. Я сегодня наблюдал, когда вы собирались вместе, были и улыбки, была и ностальгия. Это, наверное, самое главное. Я так думаю, что мы с Вольцами достигли этим мероприятием, этой встречи. Поэтому хочется пожелать, чтобы все-таки и мы, и вы между собой встречались как можно чаще, не только на круглые даты и на юбилеи. А просто встречались по-теплому, по-дружески, по-человечески. Отделивались впечатлениями, вспоминали свою работу в киноотрасли, дарили друг другу замечательные эмоции. Поэтому поздравляю сегодня и вас, как людей, отдавшие долгое время своей трудовой киноотрасли и кинотеатр. За годы работы с этим очагом культуры связали свою трудовую биографию многие специалисты. Директор кинотеатра Людмила Карцева – один из победителей краевого конкурса «Лучший по профессии» среди работников киноиндустрии Кубани. И человек всегда идет в ногу с технологией, они ничего не боятся. Как я вспоминаю, что первый паспорт безопасности в районе, где учреждение культуры Людмила Алексеевна был. Первый паспорт экологической безопасности Людмила Алексеевна сделала первое. То есть, примен для многих-многих сотрудников и руководителей учреждений, которые не стоят на месте и двигаются вперед. И благодаря, наверное, ее настойчивости и целью стремленности, и где-то такая удача, что именно в нашем городе появился вот такой кинотеатр, один из лучших тоже в тот период времени. Людмила Карцева и сама – квалифицированный и неравнодушный специалист, и всех сотрудников умеет сплотить для выполнения важных задач. «Широкоэкранный фильм. Здесь впервые показывали. Чуть позже поставили проекторы для показа широкоформатных фильмов. Вот так как-то и до сих пор, пожалуйста, мы даже не меняли полностью при ремонте, фасад не меняли, потому что все-таки с 67-го года. Я была помощником киномеханика, потом киномехаником, потом инженером, пока стала директором. Знаете, вот до открытия, думала, вот когда после ремонта в 2012 году мы открывались, думала, ну вот все, теперь только работай и радуйся. Оказалось, нет. Оказалось, работать стало труднее. Зритель более такой придирчивый стал, он хочет все именно, чтобы было как на всех экранах страны, так и у нас обязательно». На юбилейное мероприятие были приглашены те, кто работал здесь долгие годы, даря радость кинозрителям. «Просто я эту профессию любила. Любила этот экран, любила эти аппараты, вот это все любила. Я даже своим детям это, как говорится, провела. Одна и другая, дочка. Они даже, у них фильмы аппаратные до сих пор снятся». Искусство кино – одно из самых удивительных. И если ты приобщился к нему, работая в кинотеатре, то это никогда не забывается и помогает в дальнейшей жизни. «Киноискусство развивается, развиваются различные направления, жанры, поэтому это будет всегда востребовано. Также и для молодежи. Это такой вот современный вид отдыха, замечательные люди. Некоторые из них – это Людмила Алексеевна и Гайдук Ольга Владимировна, которые продолжают работать. 40 лет Валерий Алексеевич до сих пор. Таких людей просто нет, наверное». Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес виновников торжества. Им были вручены благодарственные письма. Здесь создана комфортная атмосфера, где людям приятно общаться, смотреть интересные фильмы. Зрители получают тут заряд прекрасного настроения. Кинотеатр «Кубань» был и остается любимым местом отдыха славянцев. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».